Всем учебный и грозорский привет! От души поздравляем всех грузунов научных гранитов с наступившим первым сентября и желаем не обосраться на ближайших экзаменах. Если вы вдруг в горячке учебы пропустили главные новости интернета, то любезно сообщаем. В начале недели мегакуллхакеры поломали кучу аккаунтов кинозвезд и увели уйму порнофоток, в том числе и народной любимицы Дженнифер Лоуренс. Так что контент на вечер вам обеспечен. Но мы здесь обсуждаем совсем не такие утечки, а все-таки игры, хотя заветный архив я себе схоронил. Так вот, у нас для вас море всего интересного, в том числе первый взгляд на RPG-мессию от Obsidian под названием Pillars of Eternity, а также наше впечатление от тесного общения с категорически Next-gen Assassin's Creed Unity. Ничего не забыл? Ах да, две недели назад, шутки ради, я сказал, что выполню в Battlefield 4 ассайнменты Phantom Prospect и Phantom Initiate, если за 7 дней выпуск Игрозора соберет 7000 лайков. Однако вы все оказались настолько крутыми и отзывчивыми зрителями, что эти 7000 натекли уже за день. В связи с чем я свое обещание готов героически сдержать и выполнить, раз уж вы такие активные, также и задротские Phantom Trainee, то есть всех трех фантомов. Смотрите мой SWEG 360 No Scope Pro Skill Movie в конце выпуска. И не забывайте ставить лайки. Мы же опять неоправданно затянули вступление, поэтому без лишних слов стремительно слопайте вареников и залейте это дело кофе. С вами Максим Кулаков и Константин Тростенек. Погнали! Скандалы, интриги и расследования. Любимый первый канал в своем сюжете о не менее Первой мировой войне совершенно серьезно показал фанатский плакат Team Fortress 2 в качестве примера антифашистской пропаганды Соединенных Штатов Америки. На этот замечательный косяк обратил внимание один из читателей сайта T-Journal, чем и поспешил поделиться. Случай, надо сказать, далеко не первый и совсем не из ряда вон. Телеканалы обожают выдавать игровые видео и скриншоты за реальную съемку и фотографии. Причем лажают не только наши. В сюжете первого рассказывалось о том, что листовка с солдатом, жрущим младенца, распространялась в начале прошлого века в Штатах. Мол, именно такими американцы и представляли немцев. А внешний вид этого солдата-редакторов не смутил? Нет, внешнее сходство с американскими военными времен Второй мировой совершенно не смутило авторов передачи, что наверняка опечалило бы коренного жителя Среднего Запада по имени Джейн Доу. Ну и хрен с ними. Как вы помните, летом этого года Sony представила свой шлем виртуальной реальности, Project Morpheus. А в начале этой недели, судя по всему, наконец-то появился повод купить как шлем, так и PlayStation 4. Потому что славные японцы из Tekken Team анонсировали свой потенциально миллиардный проект. Игру Summer Lesson. И чему там будут учить? Там, дамы и господа, будут учить общаться с японскими школьницами. Да, вы все правильно поняли. Суть игры заключается в том, что пользователь надевает агрегат и попадает в комнату, где его уже ждет миловидная девушка. Она что-то там лепечет и строит глазки, но это не важно, потому что ей можно будет заглянуть под юбку. Как далеко идет фантазия разработчиков, неизвестно, но вряд ли стоит рассчитывать на дикий порносимулятор. Sony, увы, не позволит. Ну и хрен с ними. Всегда есть православный и компьютерный Oculus Rift, благосклонно относящийся к заинтересованной в нем порноиндустрии. Кстати, в начале недели Samsung представила почти свой шлем виртуальной реальности – Gear VR. Почему почти свой? Потому что разработан он совместно с Oculus VR. В первую очередь Gear VR предназначен для тех, кто предпочитает мобильность. Он лишен проводов и имеет слот для microSD-карты. Она поставляется в комплекте и содержит кучу игр и видео для виртуальной реальности. Также агрегат полностью совместим с Samsung Galaxy Note 4, который, внимание, пристегивается к шлему спереди и служит как бы экраном. Честно говоря, мне не очень понятно, кому и зачем это может быть надо – дрочить на японских школьниц в метро? Почему бы и нет, не будь ханжой. Когда Gear VR поступит в продажу и по какой цене – неизвестно, но точно в этом году. Также пока и неизвестно, когда в магазин отправится Oculus Rift, как в итоге будет выглядеть и за какие деньги продаваться. Напоминаю, что последний DevKit стоит 350 долларов. Еврогеймер в интервью побеседовал с одним из основателей Oculus VR, Нейтом Митчеллом, и задал ему всяких важных вопросов. Мистер Митчелл сказал, что стоимость финальной версии Oculus Rift может варьироваться от 200 до 400 долларов. В данный момент компания прикладывает все усилия для того, чтобы снизить производственные затраты. Технически полноценная ревизия будет отличаться от DevKit. Увеличится разрешение, а частота обновления поднимется с 75 до 90 Гц. Но вот внешних кардинальных отличий ждать не стоит. На минувшей неделе прошел слушок, будто Capcom работает над Resident Evil Revelations 2, продолжением портированной с Nintendo 3DS на большие консоли и PC игры. Вполне годные, кстати. И с феноменальным переводом на русский язык. Короче говоря, как это почти всегда нынче и случается, все оказалось правдой. В рамках пресс-конференции Sony, предшествовавшей Tokyo Game Show, продюсер Масачика Кавата объявил о том, что Resident Evil Revelations 2 выйдет в начале будущего года на PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 и Xbox 360. В этот раз никакой 3DS. Сообщается, что герои предыдущей части, Джилл Валентайн и Крис Редфилд, уступят место новым персонажам, а сами отправятся на покой. Фантастическое во всех отношениях Alliance Colonial Marines продолжает отзываться тревожным эхом из прошлого для Sega и Gearbox. Судебная тяжба до сих пор продолжается, и пока неизвестно, чем закончится для японской компании. Наверняка потери пары миллионов. В июле этого года представитель Gearbox, отвечавший за разработку Colonial Marines, скинул всю вину на Sega. Мол, вопросами рекламы и продвижения занимался издатель, так что за недостоверные сведения о продукте отвечать тоже ему, а Рэнди Пичфорда и команда чистые, словно слеза младенца. Спустя полтора месяца Sega направила в суд документ, в котором заверила Фемиду, мол, поверьте, тут все не так однозначно. В соответствии с заявлением издателя выходит, что компания Рэнди Пичфорда очень даже принимала участие в маркетинговых манипуляциях, и более того, позволяла себе несогласованные с офисом Sega акции. Например, злосчастная демоверсия Colonial Marines для E3 2011 была подготовлена именно в Gearbox, и разработчики уверяли, что она отражает финальное качество продукта, что, как мы знаем, совсем не так. Да и у самого Пичфорда рыльца в пушку. На выставках и пресс-конференциях он не краснея обещал игру всех времен и народов. Опять же, без согласования козырял лживыми скриншотами и даже предлагал снять красивый рекламный видеоролик, никак не связанный с суровой действительностью Colonial Marines. Уже в 2012 году один из сотрудников Sega сообщил начальству, что Рэнди творит незнамо что и вообще сошел с ума. Вот такая вот история, которую, вне сомнений, ждет продолжение. Ну, а нас уже ждут новости одной строкой. Мобильная моба The Witcher Battle Arena перешла в стадию закрытого бета-тестирования на устройствах под управлением Android. Rise Son of Rome выйдет на PC 10 октября, и для всестороннего раскрытия своей красоты потребует от пользователей видеокарту с 4 гигабайтами памяти. В конце этого месяца ММО-гонка The Crew укатится бета-тестироваться на PlayStation 4 и Xbox One. Как мы уже торжественно объявили, сегодня рубрика Blitz Review у нас наконец-то пухленькая и объемная, и в ней вас ждут коротенькие превью Pillars of Eternity и Assassin's Creed Unity, а также рецензия на магический экшен Leech Dome Battle Image. И в этот раз я снова пожалею Костю и расскажу вам почти обо всем, потому что он умывается соплями и достал гундосить в микрофон. Вот вам урок, одевайтесь теплее. На улицах уже дубак, и вообще, зима близко. Короче говоря, на волне очевидного успеха Divinity Original Sin и без того ожидаемая и не менее кикстартовая Pillars of Eternity стала еще более ожидаемой. И нам довелось в нее слегка поиграть, чтобы вот прямо здесь коротко и потом в подробном превью рассказать, чего там наворотили корифеи жанра RPG из Obsidian. Кроме того, они те еще корифеи в деле производства багов всех мастей. Итак, если вы не в курсе и до вас долго доходит, то Pillars of Eternity — новый RPG от Obsidian Entertainment сразу после анонса и начала кампании по сбору денег на кикстартер заняла ведущие позиции в списке самых ожидаемых ролевых игр. Люди, работавшие еще в составе Black Isle над Planescape Torment и Fallout, обещали создать классическую RPG для ПК-элиты в духе Baldur's Gate и Neverwinter Nights с интересными квестами, многочисленными диалогами, увлекательным сюжетом, непростыми сражениями и нетривиальным моральным выбором на каждом шагу и по любому поводу. И собрали на это дело почти 4 миллиона долларов. Однако, как показала недавно выпущенная бета-версия, даже этих денег может не хватить на то, чтобы выпустить действительно ту ролевую игру мечты, которую все мы ждем от Obsidian. Pillars of Eternity и правда выглядит, как современная версия Baldur's Gate. Как внешней, так и механикой. Это не значит, что она кажется приветом из прошлого. Наоборот, нарисовано все очень симпатично, со вкусом и вниманием к деталям. А вот интерфейс, управление и принципы перемещения все будто сделано на том же знаменитом движке Infinity, на котором выпускались лучшие RPG начала 21 века. Тот факт, что новый проект Obsidian Entertainment уже не использует систему Advanced Dungeons & Dragons, остается практически незамеченным. В Pillars of Eternity тоже используется богатая и непростая ролевая система, из-за чего на этапе генерации персонажа можно потерять час реального времени и впасть в кому от скуки. Но уж таковы законы нестареющей классики. Да и, как показала практика, изголодавшиеся по RPG любители эпических приключений готовы стерпеть и не такое. Даже Resident 3. Не начинай. Можно выбрать один из 11 классов героя. Это может быть варвар, боец, паладин, вор, рейнджер, волшебник, монах, друид и так далее. Продолжение следует... или найти пропавшую дочь. Хорошо, хоть некоторые задания можно завершать разными способами, а ветвистые диалоги предполагают использование разговорных навыков и прочих характеристик для получения более подробной информации. Понятно, что в бета-версии пока многого не хватает, а положенные ожидаемые баги и технические огрехи, опять же, по идее, вычистят к релизу. Но вот что будут делать авторы с системой сражений, пока не очень понятно. Механика их вроде бы уже готова, а вот выглядят бои как-то не очень. Управление в драках неудобное, а сами они быстро превращаются в какое-то хаотичное нагромождение своих и чужих, сдобренное откровенно невзрачными спецэффектами. Мы, конечно, надеемся, что в итоге все будет исправлено, но пока бета-версия Pillars of Eternity вызывает скорее опасения за судьбу проекта, чем чувство радостного предвкушения. Далее по курсу брутальный и бескомпромиссный экшен про мага. Все мы привыкли к тому, что волшебники, щуплые ребята в лохмотях и с посохом, покидывают себе фаербол из галерки и мрут как мухи от первого же тычка пером под ребро. Но только не в Личдом Battle Mage. Я вообще впервые слышу о такой игре. И правильно, потому что родом она из глубочайшего раннего доступа, где оказалась с год назад, если мне не изменяет память, хотя очень даже может. Но не суть. Жил-был парень. Жил и жил со своей женушкой, пока в родную деревню не нагрянули подлые злодеи и не отправили возлюбленную на тот свет. Само собой, по такому случаю надо срочно организовать кровную месть, и в этом главному герою помогает таинственный старец, наделяющий того могуществом бла-бла-бла. Короче, стандартная телега про фэнтезийное спасение мира между делом. Это в Battle Mage не так важно, хотя, как известно, хороший сюжет еще никому не навредил. Главное здесь — совершенно безумное колдовское мочилло в духе даже не зная чего. На экране две руки, готовые расшвыривать во все стороны смертоносные заклинания, а впереди сотни врагов, готовых умереть в тяжелых приступах спецэффектов, за которые, кстати говоря, тут отвечает CryEngine 3. Ау, ну графон хоть завезли. Отсутствие хорошего сюжета компенсировали. Собственно, далее все предельно просто. Рвем каждого встречного и поперечного на куски, при этом стараясь не подставлять под удар свою задницу. Ее прикрывает магический щит, один из трех за раз, так что нужно умело переключаться между ними в зависимости от того, чем вас жарят. Базовых атакующих спеллов у вас несколько, и перебирать их можно колесиком мыши. Чем чаще вы используете какой-то конкретный, тем быстрее он прокачивается. Кроме того, тут и там можно найти руны, в игре важен крафтинг, с помощью которых свои заклятия можно улучшать и изменять. Все опять же зависит от нужд и желаний. Короче, полный фарш, как говорится, и настоящая веселуха. Строго рекомендуем купить либо сейчас, пока не повалились блокбастеры, либо на зимние распродажи в Steam. Ну и на закуску наши мега-эксклюзивные супер-впечатления по итогам знакомства с Assassin's Creed нового поколения, Unity, которой владельцы PlayStation 4, Xbox One и PC будут наслаждаться в ноябре. Сочувствуем тем, у кого Xbox 360 и PlayStation 3. Примерно в то же время Ubisoft попытается скормить вам аддонг Black Flag под видом новой игры, а потом непременно выпустит это непотребство еще и на Next Genie, вот увидите. Да ну и хрен с ним. Не буду терзать вас ненужной интродукцией. Про масштабы Парижа и главного героя вы и так уже все знаете. Из сравнительно свежего господин Арно состоит в сексуально-романтических отношениях с тамплиершей Элис, чем не очень радует свой орден. Ubisoft подчеркивает, что любовная линия будет хорошей и продуманной, а Элис достойно себя проявит и не затеряется в тени выдающихся женских персонажей последних лет. Да, надеюсь, она покажет все свои достоинства. Судя по наметившейся тенденции, номинация по-россейски еще не скоро вернется в наши итоги года. Вся надежда на япошек и байонет. Так вот, Ubisoft обещает революционную Assassin's Creed, но на самом деле в игре все предельно знакомо и понятно каждому, кто знаком с серией. Истинная новинка — уже упомянутые масштабы, которые вполне заслуживают эпитет грандиозные. Здания воссозданы в масштабе один к одному и выглядят солидно. В четверть из них можно зайти, а потом, когда наскучит, спуститься в канализацию и что-то там поделать. Например, поискать обязательные миллионы тайников и секретов. В этом отношении Unity будет крайне консервативной. Вам выдадут основной квест, а также охапку второстепенных. И вперед, навстречу приключениям. Другое дело механика игры. Ее все же, хоть и предельно аккуратно, попытались слегка перетрясти. Ох, лишь бы осталось классическое блок-парирование. Assassin's Creed — игра однокнопчанная, что и крайне к лицу. С боями пока не очень понятно, но перемещение попытались слегка допилить. Теперь за него отвечают три клавиши — бег, паркур вниз и паркур вверх. Соответственно, нововведение здесь — паркур вниз, который позволяет быстро, эффектно и не переломав себе все кости спуститься вниз. Что же до сражений, то, как уверяют очевидцы, магическую кнопку контратаки все же убрали. Теперь нужно уворачиваться от нападений, быстро обходить врага и бить в бок или спину. Это даже не очень просто, так что Юнити, судя по всему, и правда накренится в сторону стелса. Теперь даже можно пригнуться. Помочь в беде поможет прокачка. Тут она есть всякое и для всего, так что миллион сайдквестов обрели смысл своего существования. Именно за их выполнение вам и будут отсыпать драгоценную экспу. Вот такие пироги. Подробнее об Assassin's Creed Unity читайте на StopGameru в ближайшие дни. Так что ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Ну а мы не считаем себя вправе и дальше отрывать вас от архива с фотками кинозвезд, так что наскоро разберемся с косарем и будем закрывать занавес. Кому фотки, а кто-то в нетерпении ждет твой челлендж. Кто ждет, всегда дождется. Слава богу, я на Ice Bucket Challenge не подписывался, хотя я ощущаю себя так, будто выполнил его несколько раз. Короче, праздников интересных сегодня нет, но, к слову о кинозвездах, день рождения нынче отмечает довольно классный актер Майкл Китон. Кстати, что забавно, это псевдоним и настоящее его имя Майкл Дуглас. Кроме того, по такому же поводу можно было бы поздравить и легендарного Фредди Меркьюри, будь он жив, но, увы, певец был сексуально дезориентирован, в связи с чем и скончался в 91-м году от последствий спида. Увы. Но зато пел хорошо. А косарь же сегодня отходит в кошелек Николая Ковачевича за вдумчивую статью о феномене плюсов и минусов, рейтингов и прочих сопутствующих срачей. Я вот хорошо помню времена, когда в интернете еще не было почти нигде всех этих репутаций, плюсиков и лайков, но теперь это целый пласт, неотъемлемая часть культуры и бескультурия сетевого общения. Думаю, всем, кто неравнодушен к своему рейтингу на сайте, будет интересно почитать исследования Коляна. А у нас на этом все, так что предлагаем вам к просмотру увлекательные титры, следом за которыми обещанный ролик. С вами были Максим Кулаков и Константин Тростенюк. До встречи на страницах Stop Game Raw. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok